Эксперты ЮНЕСКО определили, какие языки в России являются исчезающими. В эту категорию попал и чувашский. Государственный совет республики планирует обратиться к временно исполняющему обязанности главы региона Олегу Николаеву с предложением принять специальную программу по сохранению чувашского языка. 20 языков России признаны мертвыми, еще более сотни в опасности. Таковы данные специалистов ЮНЕСКО. Жизнеспособность языков эксперты определяли по девяти критериям. К примеру, по числу носителей, передача от поколения к поколению, отношению к языку в обществе. После анализа чувашский попал в категорию исчезающих. Такая же ситуация с башкирским, адыгейским, удмуртским, калмыцким и рядом других. Что вы сказали? Здравствуйте. От калмыцкой земли большой привет. То, что молодежь говорит в основном по-русски и охотнее, учат английский, понятно. Им предстоит создавать ЕГЭ, поступать в ВУЗы, отмечают языковеды. Что касается чувашского языка, сейчас меры по его сохранению содержатся в нескольких государственных программах. Развитие образования и развитие культуры и туризма. Однако еще одна специальная программа не помешает, считает парламентарий Григорий Данилов. Это он вышел с инициативой к коллегам. Речь о том, чтобы создавать культурные общественные пространства, где поощряется, где поддерживается знание языка. Вот о чем идет речь. Чтобы люди не стеснялись говорить на чувашском языке. Чтобы людям нравилось говорить на чувашском языке. Все горячо поддерживают сохранение амурских тигров. Правда? То есть есть такая политика, все поддерживают. Никто не против амурских тигров. Мы тоже за сохранение чувашского языка. Не в ущерб какому-то другому языку. Мы говорим о том, что чем больше языков знает человек, тем лучше. Комитет Госсовета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам инициативу обращения к временно исполняющему обязанности главы региона поддержал. Вопрос вынесут на ближайшую сессию. Полным составом парламентарии соберутся 12 марта. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика.